Добрый день! В эфире Кинопанорама с Юрием Рязановым. Сегодня мы поговорим о проблемах детского и семейного кино. Ну что ж, раз вы так все решили. Есть такое мнение, что зачем этим заниматься? Плакали наши денежки. На самом деле с детским кино существуют две большие проблемы. Это производство и прокат. И каток, и шоппинг, и на весь день. Вообще появляются хорошие фильмы. Эта история случилась с Николаем Берсеном по дружескому. Коммерческое кино встало на ноги. Стали выходить картины по тысяче копий. Но не хотелось бы скатываться на уровне вот этого Стебалова. Должен ли фильм подстраиваться под зрителя? Еще раз увижу тебя с моей девчонкой. Знаешь, что я с тобой сделаю? В хороших комедиях люди же не просто смеются. Они смеются по-доброму. СМЕЮТСЯ И каждый раз я приходил и слышал вот это вот детские или там семейные, взрослодетские хоха. Я всем рекомендую посмотреть. Я Юрия Чуфырин. Живу в 21 веке. Буду писать древние. Те фильмы, которые несут такую божественную теплоту. Хорошие фильмы. В принципе, они сами по себе собирают хорошую кассу и все. Я уверен, что все девушки мечтают не о парнях с кубиками, о человеке-мужчине с прекрасной, нежной, настоящей душой. Но здесь без помощи государства не обойтись. Вам серьезную конкуренцию в прокате ставили именно американские фильмы, правильно? Детское кино вообще сейчас очень детская судьба. Но на телевидении не показывают короткометражек. Творческий человек, он не продюсер, он просто создает контент. Не каждый режиссер может снять хороший детский фильм. То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Кино либо переснимается полностью, либо его не трогают. Сегодня мы говорили о проблемах детского и семейного кино. В студии была Гузель Султанова, Олег Михайлович Газманов, Сергей Николаевич Калишня. Режиссер фильмов Костя Ника, режиссер мультфильма «Князь Владимир». Спасибо за почетные слова. Спасибо. Спасибо. Всего вам самого хорошего.